Многим нашим и комиссарам, я думаю, потому что они учат наших молодых коллег на предыгровых беседах, в своих регионах обучают, кто-то является наставниками, то, что Семен говорил. Но я бы хотел перед тем, как мы начнем презентацию, мы взяли из одной фибовской презентации исторические такие зарисовки. Там около шести клипов по 20-50 секунд клип посмотреть, что раньше представлял из себя баскетбол. Егор, давай мы покажем вначале эти клипы, а потом попадет уже материал. Мы смотрим клипы, какие-то ситуации, которые проблемные были в то время, и как было управление в то время по игре. Это довольно свежие, каких-то 2000-х годов, судьи примерно моего поколения, где-то по 45 лет сейчас, момент управления игрой. То есть что-то было пропущено, потом люди выясняли, пропустили действие, была реакция на действие, кого-то удаляли. Вот, это сербские судьи. Вот какой-то момент по управлению игрой. То есть мы смотрим. Кто-то захватывает, провокация. Ну, как обычно, ситуация, нужно быть под контролем. Вот эти моменты сложные в игре, нужно всегда выявлять виновника, четко следить. И вот то, что Семен говорил, что очень важно, чтобы сильные партнеры были. Сильные не звезды, а сильные партнеры. Звезда, это еще не значит, что он хороший партнер. И сегодняшняя механика, проблема всего судейства, что у нас бывает отсутствие лидеров. Ну, вот, смотрите, момент тоже, да, судья, что нужно всегда смотреть за собой. Вот, судья бежит, быстрый отрыв, мяч на него, и он падает. Вот, травматизм, тоже судья должен быть готов к игровым ситуациям. Иногда бывает такая ситуация, что судья может не определить, где он находится, как находится, и получить травму. Поэтому, вот, физподготовка, и Семен об этом говорил, он готовится сам. Теперь мы смотрим, Аллан Ричелсон, это поколение Григорьева-Давыдова. Григорьева-Давыдова, вот он успокаивает кого-то из теннирского штаба, не наказывает, или сопровождающих, не наказывает техническим. И там счет очень близкий. Вот, и сейчас, посмотрите, двойная механика. Если мы берем, там, один судья ведомый, и ведомый, как он перемещается. То есть, сейчас требования абсолютно другие, абсолютно другие. Но тогда был такой романтический баскетбол, тоже очень сложный. Это какие-то года, там, 80-е, 85-е. Вот, видите, ведомый арбитр. Что-то там забили два очка, видите, и Макаби выиграла очко. Судьи уходят после игры сразу же. Вот, это какой-то один из финалов европейского турнира. Европейского турнира. Вот, Скавалини проиграл дома у себя Макаби. Еще старая эмблема Фиба. Вот, то есть, судил ее еще. Вот, Алан Ричардсон, вот он стоит, ведомый арбитр. Вот, помещается, забивается. Три очка, и, в общем, команда, соответственно, выиграла. Вот, такой, один из исторических клипов, тогда вот эта вот разминка была, когда это какой-то клип американский, вот, из истории баскетбола, когда многие атаки завершались броском-крюком, где не было такой атлетичной игры. Вот, но, соответственно, видите, мы смотрим игровые моменты. История баскетбола. Тоже какой-то Фибовский турнир. Тоже мы смотрим. Вот, еще трехсекундная зона не такая, не прямоугольник, а трапеция. Вот, идет игра. Вот, какие-то моменты проблемные. Тайм-аут после забитого мяча. Теперь более современная. Испания играет с Францией. Коммуникация, коммуникация там. Найдется фолл. Это брат Газоля, Марк Газоль. Вот, судья Света Нрадыни. Сейчас он судья в Евролиге уже. Обслуживает в качестве старшего арбитра многие игры. Видите, Паркер еще игрок. Коммуникация. Видите, вот там происходит фолл под кольцом. Следующий клип. Даже судьи тоже травмируются во время игры. Это наша сборная. Видите, Швет и Кириленко Андрей, еще игроки. Вот, Швет еще до сих пор у нас играет, еще в расцвете сил. И вот травма судьи. То есть, видите, и не только игроки травмируются, и судьи. То есть, нужно всегда быть готовым. Готовыми. То, что сегодня задавали вопросы по поводу образования, по поводу подготовки. И один вопрос был от слушателей. Может быть, все же, весь сезон нужно готовиться. Совершенно правильно. Весь сезон нужно готовиться. Видите, там или колено, или голеностоп. Что-то, видите, травма. Соответственно, судья. И судьи суют вдвоем. Судьи суют вдвоем. Вот, тоже, видите, испанцы играют со словенцами. То есть, эмоциональные две команды, друг друга с провокациями, и нужно отследить. Посмотрите. Отследить. Вот. Это судья Евролиги Илья Белошевич. Тоже один из ведущих судей Евролиги. Разговаривает со старшим тренером Испании. И, соответственно, решает вопросы по коммуникации. По коммуникации. Смотрите, а тут кто-то хватает за майку, видите, одиннадцатый зеленый хватает, и начинается провокация. Вот здесь очень важно, очень важно судьям все отсмотреть. И смотрите, какая же стегуляция, спокойно принять решение. Никто никуда не спешит, никаких дополнительных эмоциональных решений нет. Все спокойно показано. Теперь мы смотрим управление игрой и коммуникация. Сейчас заканчивается вторая четверть. И, соответственно, какая-то коммуникация идет с судьей. Судьей. Видите, игрок спрашивает что-то. Судья Луиджи Ламоника спокойно отвечает. Не проблема, что он там будет. Или, допустим, как Семен говорил, что у каждого может быть свой кумир. Делайте собирательный образ. Собирательный образ. Ну, вот такой последний, это смешная заставка. Крейзи, да? Вот это когда... На эмоциональных судей. И судья начинает позировать, танцевать какие-то эмоциональные. Сейчас это все уже ушло. Сейчас этого ничего нет. Все четкие требования. Судья должен быть готов. Никакого артистизма чрезмерного. Никакого там показана по игре. Все должно быть четко, понятно, в соответствии с правилами, в соответствии с жестикуляцией. Судья – это представитель организации на площадке. Поэтому он представляет федерацию. Хорошо. Егор, все у нас там, да? Да, по видео все. Егор, все? Да, да, да. Егор? Да, Фил Брич, по видео все. Видео больше нет. Я не слышу, Егор, тебя. Фил Борис, сейчас слышно? Начнем. Как стать судьей? Я думаю, что, может быть, когда Семен говорил, часто бывает, что после каких-то лекций одного и того же, я представляю, как меня слушать долго, но всегда нужно немножечко такую встряску сделать. Я хотел бы свою лекцию, которую, как стать судьей, чтобы вы понимали, что судейство – это не просто быть каким-то преподавателем или, допустим, работником, клерком какой-то организации. То есть вы должны понимать, что вы всегда будете под острым контролем всех, кто связан с игрой и всегда под критикой. Вы никогда не найдете, чтобы вас все время хвалили или говорили, что вы лучше. Вы в размере того, если кого-то устраиваете, вы будете хорошим. Если объективно и команда проиграла, очень редко бывает, что тренер говорит, да, все, ты хороший судья, мы согласны с поражением. Есть. Есть такие случаи. Люди просто как бы выставляют стратегию и тактику. Но всегда судья должен быть психологически готов, что вы будете всегда работать, но благодарности вам будет говорить только тишина. И следующее назначение, как говорил Михаил Петрович. Самая лучшая оценка судьи – получение следующего назначения. А если еще финальная игра, то это будет как бы высшая оценка вашего судейства. Поэтому мы начинаем. Смотрите, как стать хорошим судьей? Развитие игры. Видите, идет направляющий, вектор игры идет максимально вверх. И если мы говорили, разговаривали с опытными нашими судьями, до 90-х, до 80-х годов это было романтическое судейство. Люди там ездили, у них была основная работа, судейство это было где-то хобби. Они ездили туда, делились опытом, менялись, обменивались какими-то знаниями, культурой. Или там в том же Советском Союзе было 15 республик, Москва и Ленинград. Это была большая школа. Допустим, мы берем до 2000-х годов. Это было уже такое понятийное. То есть строгая, очень большая психологическая нагрузка, такая вне, которая идет. То, о чем Семен говорил. А сейчас, получается, она больше стала такая виртуальная, техническая. То есть когда ты находишься под постоянным контролем, когда у тебя есть постоянно видео, когда у тебя постоянно есть видеоповтор, куча правил, и ты должен понимать, что ты должен все это знать, все это грамотно сделать, то ты иногда можешь просто растеряться в потоке всех этих вещей. И поэтому психологическая подготовка является одной из самых основных. И что выходит на первое место? Личностное совершенствие, то есть самообразование. Если ты не идешь вперед в своем развитии ежедневном, посмотрите, сколько молодых комиссаров здесь присутствует у нас, я говорю молодым ребятам, сколько молодых комиссаров. Это люди, которые вчера, позавчера еще были действующими арбитрами. То есть они для того, чтобы быть впереди, они знают, что им надо. Они понимают, что нужно адаптировать все знания для того, чтобы быть одним из ведущих или конкурентно способными. Если ты не идешь вперед, значит ты отступаешь назад. И сегодня уже, если ты сегодня что-то не сделал, найдется тот человек, который что-то сегодня сделал и был на шаг впереди вас. Смотрим. Причины, почему я пришел в судейство. Любовь к баскетболу, желание остаться в игре. Одна из причин. Это мы делали анализ такой критерии отбора. Кто-то также приходит из-за того, чтобы зарабатывать деньги. Но некоторые просто говорят, что я там хочу, я люблю баскетбол и деньги не важны. А есть люди, которые просто говорят, что я иду, у меня это дополнительный заработок. Имеют право. Но самое обидное, что есть люди, которые говорят, что я люблю баскетбол, а закамуфлированные любят только деньги. Бабки любят. Просто. Вот это должно быть, как бы, вот это, иногда это бывает видно. И такие люди, они не двигаются вперед в плане профессионализма. Профессионализм. Путешествия. Да, человек любит путешествовать. Есть люди, которые в то время советское, они хотели путешествовать, хотели получать удовольствие, побывать во многих странах, в которых ты не будешь из-за баскетбола. Кроме как из баскетбола или любви. Нужно просто тратить на большие деньги. А тут ты едешь на судейство, зарабатываешь не такие большие деньги, условно говоря, но ты можешь посмотреть страну, посмотреть культуру. Это очень важно. Общение с новыми людьми или знакомство. То же самое, как и путешествия. То есть есть люди, которые, они экстраверты. Они хотят общаться, они общаются. Успех. Это когда подготовка встречается с возможностью. О чем говорил Семен на своих лекциях. И часто сильные люди говорят. То есть для всех открыта дверь. Фортуна стучится в каждую дверь. Мы разговаривали с Сергеем Мудовицким, комиссаром из Ростова. И он сказал, что из Таганрога, что когда стучатся в дверь, часто люди, которые ждут, когда Фортуна к ним постучится, они ждут ее в баре. И не слышат этого стука. То есть шанс дается любому. Но не каждый просто им воспользоваться. Открывается дверь, и я боюсь войти. Что Семен сказал? Что я первые два года, которые попал в ФИБ, нужно было быть больше активным. Но это не значит, что сломя голову, лететь и все ломать. Но нужно быть больше активным. И это очень важно. Это очень важно в профессии судья. То есть не обгонять игру. Но ты должен быть участником игры. Ты должен показывать, что ты в игре. С чего начинать? У тренеров в спортивной школе, как Семен говорил, я судил. Были какие-то варианты, предлагали посудить. Предлагали. Я выходил как судья. Второе. Где можно найти и стать судьей? Региональных федераций. Я знаю, что уровень подготовки разный. Допустим, в Москве количество игр больше. Или в Москве есть больше людей, которые могут этому отдать больше времени. И хватает людей более квалифицированных. Но в регионах есть люди, которые за это отвечают. Узнавайте. Узнавайте. Пишите сейчас во время технологий. Поинтересоваться, кто этим занимается. А мы делаем сегодняшние наши материалы для чего? Для того, чтобы было дистанционное обучение. Ты не знаешь какой-то момент? Вот, пожалуйста, у тебя лекция на Ютубе, смотри. Текстовый материал? Пожалуйста, текстовый материал. Презентация? Пожалуйста, презентация. Экзаменационные вопросы? Не проблема. Все это, в принципе, сегодня есть. Школа молодого арбитра работает во многих регионах. Качества разные. Вот это, как бы, могу сказать правду. С чего нужно начинать? Крепкий фундамент. Сильнейшие судьи судят, почему хорошо. Они делают фундаментальные вещи, простые вещи лучше. Правильно. Делают простые вещи правильно. Анализируют текущую ситуацию. Соответственно, делают ежедневную какую-то, ставят перед собой еженедельно можно, ежемесячно. Ставят какую-то цель и пытаются ее достичь. План физической подготовки, мы говорили, Семен рассказывал. Помните, вот он рассказывал, и кто-то из слушателей сказал, так может быть готовиться в течение всего сезона? Конечно. Форму нельзя терять. То есть нельзя готовиться перед сезоном, только перед сезоном. Учить правила. В Америке есть такой один скаут НБА, его зовут Эл Батиста. Что этот человек делает? У него правила пяти. Пять вопросов по механике, пять вопросов по правилам, пять вопросов по интерпретациям. И он каждый день меняет. Он же скаут, он не комиссар. Но он также знает правила ФИБА, НСЕ и НБА. И находясь постоянно вот в этом потоке знаний, он их разделяет, потому что он каждый день этим занимается по чуть-чуть, но он осваивает. Он не кашу в голове делает, он их систематизирует. Уважение окружающим. Я думаю, что это люди старшего поколения скажут, что для них важен молодой судья с человеческими качествами, чем более опытный, но с качествами демона, который не уважает старших, который считает, что он выше, что время опытных людей прошло, и теперь время пришло его. Лучше воспитывать молодого парня, девушку, с человеческими качествами, с чувством мира и чувством совести. Соревноваться с собой, постоянно ставить какие-то соревновательные моменты. Пример. Я для себя, я говорю, что сегодня, да, сегодня у меня небольшой праздник, но в любом случае я поставил перед собой все, что нужно бежать в кросс. Все, я на полчаса стал раньше, я все, что нужно, пробежал, и у меня как? Я бегу, выход из парка ближе один, а второй немножко дальше, метров на 20. Я, получается, если я побегу к дальнему, то я всегда на 40 метров увеличу дистанцию. Лишний круг я не пробегу, ну, устану, но я возьму 40 метров лишних, и тогда у меня получается легкая победа над собой. То есть я не резанул для тренера, а я прошел туда, 20 метров пробежал, и обратно. И с чувством удовлетворения уже идут с кроссом. Активность и агрессивность в решениях. Важно, знаете, как есть такое выражение «открытый угол», и, ну, «open look», «open angle», слышали? И важно вот здесь, что такое активность. То есть есть борьба за открытый угол. То есть судья должен все время будет стараться увидеть игровой эпизод у себя полностью в своей зоне. И то же самое в решениях. Судья должен быть активным. Пассивных судей не любят. Ты не должен быть хаотичным, но активный должен быть. Наставничество. Семен говорил много вещей. Знаете, в жизни бывают люди, которые учат себя, они к баскетболу отношения не имеют. Они знают жизненные принципы, знают жизненные качества. Если ты заедаешься, и у тебя идет, ты заносишь себя куда-то вверх, это видно. Что на площадке, то же самое и в жизни. Поэтому наставники бывают не только судьи у судей, комиссар у судей. Может быть, любой, даже тренер, не даже, а тренер может быть. Даже жена может быть. Она скажет, слушай, ты что-то, что-то у тебя не то. Или ты здесь перебираешь, или ты здесь что-то делаешь неправильно. И посмотри, шаг за шагом у тебя в худшую сторону. Примеров, я вам могу примеров рассказать, множество. Люди используют туннельный сценарий. Что такое туннельный сценарий? Если тебя заносит, ты идешь туда в туннель, который тебя тянет до конца. Как из него выйти? Вернуться, когда ты был человеком. Вернуться обратно и попытаться начать. Если нужно с горшка, нужно идти на то место. По-другому ты никогда ничего не сделаешь. В противном случае у тебя закончится карьера, ситуация вся будет против тебя. И тогда, как называется, как у нас называется, это в белорусов или у русских? Злой рок. Злой рок. Не пруха, все виноваты, а я на самом деле хороший. Развитие навыков общения. Сегодня век коммуникации. Скажите в зале, здравствуйте. Скажите, когда уходите, до свидания и спасибо. Очень важное качество. С чего нужно начинать? Или этика. Это наука о нравственности. Ответственности за свои поступки. Понимать и доверять процессу. Ну, что здесь говорится? Видите, ФИБО предлагает. Готовиться к большой арене. Процесс подготовки. Зачем 20 тысяч? Можно все тоже готовиться и в нормальном баскетбольном зале при нормальной игре. Помните, Илья Путенко говорил, я сужу детскую игру и ставлю перед собой цель. Внешний вид на площадке. Всегда быть красивым. Всегда. Презентация про женщин, мы говорили. И девушка должна делать то, что она хочет. Она должна пить воду, она должна не есть, она должна быть всегда красивой. Внешний вид на площадке у судьи подчеркивает ваше отношение к работе. Судья должен быть атлетом. Принятие решения. Решения предполагают последствия, и будьте готовы их принимать. Будьте готовы принять ответственность за них. То есть, если вы что-то применяете, вы должны знать, что вы за это будете отвечать. Вы должны знать, что вы за это будете отвечать. Делайте домашнюю работу. Встройте фундамент. У нас, вот послушайте, я вам скажу такие вещи, уже какой-то опыт у меня есть. Я был 15 лет судьей, арбитром ФИБА, и был тоже в Евролиге. И, в принципе, понимаю, как это все устроено. И ФИБА, и Евролига, и наша федерация, и наша школа молодого арбитра, и многие центры по подготовке судей. Мы очень много занимаемся виртуальной работой. Мы строим крышу, английский язык, жестикуляцию, красивая прическа, но мы не строим наши ноги. Мы не цементируем фундамент, базу. У нас базовой подготовки нет. А базовая подготовка – это понимание игры. Это какие-то вещи, связанные с управлением игрой, какие-то вещи, связанные с понятием, знанием правил, четким и применением, психологические какие-то моменты. То есть вот мы должны начинать с простых фундаментальных вещей. Физическая форма, теоретическая подготовка, психологическая подготовка, практическая подготовка. И это можно разбить до бесконечности. Мы посчитали около 30 пособий, мы подготовили для подготовки судей. Кто-то говорит, это какое-то ерунда. Сделайте нам замечание, покажите, что происходит лучше. То есть для меня, как я вижу, что на сегодняшний момент, что мы можем сказать о чем? Что сегодня судья – это такой же участник игры, как и игрок. И он должен понимать, как игрок играет, он должен им управлять, он должен его оценивать. И для этого без фундамента ничего не сделаешь. Мы как… Вот очень часто бывает, мы как соломенные ноги. На соломе небоскреб не постоишь. Последствия могут быть у нас лучше и худше. То есть мы должны знать, есть ли у нас какой-то план А, Б и С. Что я должен делать, если у меня получается или не получается. То есть никому никто ничего не обещал. Мы сами только себя можем вывести и сами можем себя неправильно спланировать. И часто наши все недостижения каких-то результатов – это потому, что мы не слушаем себя, не слушаем наших наставников, искренних наставников, которые нам не то, что хотят добра и просто добра. Мама хочет нам добра, но она ничего не может сделать. Она не понимает, что мне нужно. А то, что действительно нужно, я просто слышу, но не слушаю. Вот как ветер пролетел. Какие последствия последуют. Вот это очень важно. Вы должны понимать, что вы не думаете, что у всех людей, вот мы приглашаем сюда топовых наших арбитров, что у них не бывает стрессовых критических ситуаций. Каждый месяц, каждую неделю есть что-то очень важное, потому что люди за что-то отвечают более выше, чем, допустим, молодой судей. Обратная связь от тех, кому мы доверяем. Вот я вот наставник. У меня был в Беларуси, я с одним пожилым дядечкой разговаривал. Я приходил к нему, а он мне говорит, туда ходи, туда не ходи. То есть он со мной говорил пять минут. Сидел возле подъезда. Я долго у него спрашивал, а почему? Он говорит, все, система одна и та же. Включай мозги, открывай глаза. Достоин у тебя все будет. Недостоин, значит, ты делаешь не так. Нельзя торопить события, отслеживать свои результаты. Ну, результаты нужно всегда отслеживать. Где? Дневник, дневник. Кто из вас ведет дневник? Кто-то говорит, я виртуально в этом телефоне. Ну, ведите. Я редко видел, чтобы человек, который вел все виртуально, вся платформа полетела, и потом этого телефона нет. У меня, я лично до сих пор, наверное, может, старомодный. Я даже после Семена записываю какие-то вещи, которые мне интересны. Которые мне интересны. Хоть я и старше его на там 8-10 лет. Никаких гарантий того, что вы достигнете успеха, никто вам не даст. Только вы сами. Точка зрения такая. Ищите возможность слушать и расти. Хотите, едете за границу, ездите. Но если вы не прошли базовый какой-то уровень нашей подготовки, чем мы отличаемся от европейцев? Семен говорил, не говорил, но я очень часто создавался себе вопросом. Чем Григорьев с Давыдовым, Михаил Петрович Григорьев, Михаил Алексеевич с Давыдовым, как они пробились туда и были сильнейшими? Здесь они были сильнейшие, они постоянно конкурировали. У них была по умолчанию конкуренция. А второе, они пытались понять, как там люди живут и работают. Мировоззрение другое. У нас это раньше было и сейчас. Мы живем по справедливости, пытаемся, а там по закону. И получается, люди на один и тот же вопрос разные ответы. И как судье нужно быть сильным в Европе, русскому человеку? Ну вот я русский белорус, или русский грузин, или азербайджанец, или там армян, без разницы, понимать менталитет европейца. Русского-то мы понимаем. У нас первое, что у нас есть, это русский язык. Мы здесь, в этой стране, уже живем большое количество лет. Не давать страху, остановить вас на пути к цели. Есть такое понятие, если между, как я сейчас формулирую, войной и, хорошо, по ходу вспомню, значит, война и поражение, война и, вспомню, сейчас скажу хорошее выражение. Не давать страху, остановить вас на пути к цели. Очень важно, потому что мы, если ты начинаешь бояться, у тебя никогда ничего не получится. То есть вы ставите перед собой цели, у вас должны быть по цели, которые ты, позор и война, ты выбираешь позор, позор, потому что боишься войны, ты получишь и позор, и войну. Если ты между, вот как по страху мы говорим, выбираешь позор или войну, выбираешь позор, ты получишь и войну, и позор. Вот это относится к страху, забыл это слово. Не пытайтесь много думать, доверяйте интуиции. Интуиция – это ответ, ну, интуиция есть у опытных людей или у девушек. Это какой-то нелогический ответ, который объясняет ситуацию. Но если у вас есть практика, если у вас есть опыт, и вы нарабатываете его, записываете, откладываете, часто бывает, что первый ответ будет правильный. То есть, который у вас есть в голове, часто бывает у судьи, что если он выбирает несколько ответов, первое решение будет правильное. То же самое, как и на экзаменах. Вспомните ситуацию, когда вы задавали вопрос. У вас есть какой-то ответ, вы его где-то из подсознания достали, и в итоге получилось, что этот ответ был правильным. Хорошо. Упорная работа ничего не гарантирует, но без нее невозможно ничего достичь. То есть, нужно правильно ставить цель и к ней упорно идти. Построение отношения с собой. В любом случае, всегда нужно быть честным с собой. Это очень важный показатель. Важно, как вас воспринимают окружающие. Я считаю, что это тоже важный показатель. Ты смотришь, как ты встраиваешься в коллектив. Если ты считаешь, что ты все знаешь, но не встраиваешься в коллектив, значит, коллектив не твой. Значит, не твой коллектив. Но бывает очень много сильных людей, которые в сегодняшней ситуации не нужны, потому что сильный человек – это который может передать свой опыт и поднять коллектив выше. А когда я прихожу сильный и красивый, и ничего не делаю, а начинаю только критиковать, сильный человек ведет за собой. Будь специалом. Кто-то все время за вами наблюдает. За судьей 100%. Со зрительной трибуны, с видео, с телефона, с любых видеозаписей, прямо в зале всегда у вас есть критика. Откройтесь окружающим и воспринимайте различных по характеру людей. То есть важный вопрос окружающим вас людям, с кем вы работаете. Нельзя быть полностью закрытым. То есть вы должны что-то дать и в то же время получить. И у вас по умолчанию должен быть всегда баланс. Расскажите свою историю и учитесь у других. То есть обменивание опытом выводит вас на уровень лучший, и вы даете кому-то из своих коллег тоже стать лучшим. Потому что вы сдаете такой совет. Вот Семен сказал, что есть у каждого свой кумир. У меня собирательный образ. Я у этого взял руки, у этого ноги, у этого голову, у этого тоже голову, у этого интуицию, у этого опыт, у этого терпения, у этого спокойствия. У меня мозаика. Всегда учиться. Слушайте больше, чем говорите. Пока вы молодые, слушайте. Слушайте. И попытайтесь услышать. Подумайте, почему люди должны хорошо о вас отзываться. Правильные привычки. Иногда просто молчание. Иногда человек делает неправильные вещи по отношению к вам. Вы просто промолчали, отошли. Вне игры. Вы понимаете, что вот здесь какая-то провокация. И если какие-то есть варианты, он к вам могут прийти и потом попросить извинений. Но это тяжело всегда сделать. Будьте в настоящем моменте, когда разговариваете. Говорите совершенно то, что вы хотите сделать. То, что вы реально хотите сделать. Будьте аккуратны социальными сетями. Я много случаев могу рассказать про стихи, про ваши лайки, про комментарии, которые ставят молодых людей в отрицательной сразу образе. И сколько бы вы ни делали, найдутся люди, которые вас сфотографируют, которые люди вас отметят. И вы всегда будете иметь какую-то маленькую зацепку к вам. Вы должны стремиться к идеальному. Учитесь принимать и давать обратную связь. То есть всегда делиться. Всегда должна быть обратность. В сегодняшнее время это после игры, это потом анализ. У нас есть программа самоанализов. То есть это всегда нужно делать. Если вам не дается планировать, значит вы планируете неудачу. Всегда, каждый день должна быть какая-то цель. или задача, которую вы решаете. Если вы не ставите почему, для чего и что вы делаете, соответственно, вы планируете то, что у вас день будет впустую. Что значит быть судьей? На высоком уровне судья на площадке должен принимать решение, потому что за вами последнее слово. То есть вы принимаете решение, потому что за вами, потому что за ним последнее слово. То есть вы, у вас, после вас уже никто ничего изменить практически не может. Быть лидером. Потому что решение судьи должно быть принято другими. То есть пытаться всегда свое решение отстоять на площадке. Вы можете сделать ошибку, ошибкой части игры. Решение должно быть принято за короткое время под давлением в ситуации, выход из которых непросто найти. То есть вот здесь мы, если вы помните, я на одной из первых лекций говорил, как мы приходили к каким-то ситуациям для нахождения правильного ответа. Не в сознании. Мы многие свои вещи закладываем в подсознании и потом во время экстремальной ситуации, если я управляю собой, я могу из подсознания достать ответ. То есть если я вижу, что драка и эмоционально заведен, я увидел, что чувство страха у меня, то у меня все блокируется. Я не могу ни дышать, ни бежать, и у меня ответ будет только лихорадочные какие-то действия спазматические. А если я адекватно понимаю, что эта ситуация может привести к драке, под давлением я нахожу ответ. Я превентивно или говорю, или даю свисток, или принимаю какое-то другое решение, которое до этой ситуации приходит для управления игрой. Судейство – непростая работа. Судьи ответственны за результат, за экономическую жизнь клуба. Я могу сказать, что один раз у меня был разговор с детским тренером, он говорит, вы понимаете, что вы как судьи, как боги. Вам типа все позволено. Вы решаете мою судьбу как тренером. Я из-за вас могу проиграть игру и решаюсь категории. Мои игроки лишаются разряда и поступления льготного в институт, потому что там первый разряд или КМС, он поступает, ну, грубо говоря, может поступить бесплатно, там ему легче поступать, потому что там их берут, или они поступают на платное, а потом их переводят. Но если у них нет никакого результата, получается, и ваши ошибки в конце игры, они взрывают жизнь. То есть мы работали 6 лет, я один раз ехал в чемпионат Европы, девочки, девочки, это был какой-то 98-9 год, девочки пошли покупать нижнее белье, которого, ну, не было еще, или оно было дешевое, в день игры. И в магазине там от этого восторга потратили все эмоции, которые нужны были на игре. Проиграли одну очку. Тренер говорит, я смотрю, как у тренера горит душа. Вот кто-то, может быть, я думаю, что люди, которые меня слушают постарше, они понимают. Вот он стоит, и у него пустота. Он говорит, я на эту команду отдал 8 лет. 8 лет ежедневной двухразовыми тренировками. И вот сейчас я их выпускаю, там, 18 лет и моложе, это была сборная. И у меня, то есть, ну, вот мы не попали никуда. Это была решающая игра, а не решающая игру, чтобы выйти там на какую-то другую стадию. Все. Мы решаем, мы решаем результаты команд. Это очень важно. Это нужно понимать. Два вопроса в суде. Как справиться со столь непростой работой и как выполнить ее на высоком уровне? Не высочайшем, высоком уровне, на должном уровне. С чего все начиналось? Смотрите, 29 декабря 1981 года Несвит изобрел игру. Кроссовки поменялись. Были кедры, сейчас стали кроссовки. Все меняется. Арены поменялись. В развитие баскетбола вкладываются большие деньги. И также частные ресурсы, государственные инвестиции привнесли цену успеха. То есть цена игры стала намного высокой. Цена успеха влияет на всех участников игры. Это нужно понимать. Судьи, такие же участники на площадке. То есть люди, которые инвестируют, вы должны понимать, что если судить самые высшие турниры, ты должен осознавать значимость своей работы. если ты не сознаешь или ты просто понимаешь, что ты как бы участник всего процесса, всего этого большого хозяйства под названием баскетбол, тогда ты можешь быть реальным участником. А так получается. Часто бывает, что молодые люди только так считают, а наблюдают со стороны как зритель. И не принимают участие. И также СМИ, то, что Семен говорил, усиливают давление. СМИ усиливают давление на суде. Часто пишут грязь в интернете, в прессе, комментариях каких-то. Что нужно делать? Самая главная ценность любых соревнований это соблюдение правил. Вспомните, как Михаил Петрович относился и относится к правилам. До слова, до запятой он требовал, чтобы люди понимали. Без правил не может быть соревнований. Без соблюдения правил не может быть честных соревнований. Мы должны их грамотно применять. Соблюдение правил приносит объективный результат. Судья гарант правил. Как судья справится со своими обязанностями? Как судья справится? Делать все вещи правильно, фундаментальные, обычные. Как и в любом деле, ключевым словом здесь является подготовка. Простое слово с несколькими значениями. Подготовка. Подготовка есть психологическое, физическое, теоретическое, практическое. Много видов подготовки и к судье это также относится. Судья гарант соблюдения правил. Первый шаг техническая подготовка, знание правил и самое главное изучать и понимать. Вот Михаил Петрович Григорьев дотошно изучал, помните, про пробежку правила, про какие-то другие нарушения или несоблюдение правил. Понимание. Знание перевести в понимание. Знание интерпретации. Главная цель быть последовательным. Даже в личной жизни почему бывают скандалы, что мужчина или женщина выполняет набор действий непоследовательно в своих действиях и получается что-то делается одно, а получается по факту все другое. То есть человек непоследовательный в принятии решений. Это очень важно. Пять шагов к улучшению. Посмотрите. То есть вот помните я вам рассказывал про этого NBA-ского скаута. Он делал пять себе задач, там пять интерпретаций, пять вопросов по правилам. Вот знание правил. Пробежка. Он ставишь себе задачи какие-то. Выбираешь какие-то цели. прописываешь предсезонные семинары, нарушения какие-то я выбираю, сделал я или не сделал, регламенты, что-то связанное с пониманием или с какими-то интерпретациями. Второй шаг физподготовка. Посмотрите, судья разминается постоянно быть в форме, не готовится за две недели к метроному, а быть готовым. Подготовленность всегда должна быть на высоком уровне. Ну и видите, какие наши основные. Что у нас травмируется больше всего? Икроножная, голеностоп, ахилл, поясница, шея. О чем нужно заботиться? Это фибовский слайд, но я могу сказать, шея очень часто травмируется у судей, поясница, потому что мы бывшие игроки или мы продолжаем нагрузку. Колено у нас крестообразные и мениски проблема, ахиллы, голеностопы. Ахиллы и голеностопы. Ну, соответственно, икроножная и все мышцы. У каждого есть тренировочный план. Вот я простой пример. Это представил один из судей. Я взял вам просто показать. В циклах выражается, кто-то бегает просто кроссы, а кто-то делает скоростно-силовую работу, как делает судья, кто-то входит в форму кроссами, а потом делает скоростно-силовую работу, кто-то делает комбинированные круговые тренировки. Все это нужно учитывать. Физическая подготовка. Вот наши судьи перед игрой. Иногда это смотрится, может быть, не столь эстетично, но нужно быть к игре, нужно быть готовым. Пить воду тоже очень важно. И если вы посмотрите, судьи ФИБО очень часто используют воду во время игры. Лично я особо не использую. У меня причина, я в перерыве пью чай, пью сок или после игры, до игры много воды я стараюсь не пить. Я чувствую свой организм. Разминка и заминка. Заминка после игры. Судья должен 3-5 минут после игры потянуться, растянуться, привести свои мышцы в нормальное состояние для восстановления. Повторение одного и того же не гарантирует постоянный успех. Мы должны всегда или мы повышаем планку, мы должны знать, что мы хотим видеть от себя. Новые методы и совершенствования. сегодня, когда у нас есть интернет, когда у нас есть онлайн трансляция, когда мы можем клипы обмениваться и проговаривать, когда у нас есть любые анимационные всякие вещи, когда мы можем в системе онлайн какие-то вещи тестировать. Самое важное сегодняшнее новые методы, то, что я практикую и считаю, что оно является, наверное, правильным, для меня это правильно. Я на этом защищал диссертацию. Индивидуальный подход каждого судьи и персональная ответственность за конечный результат. То есть я индивидуально готовлюсь. У меня есть свой темперамент, у меня есть свои черты характера, у меня есть своя подготовка, у меня есть индивидуальные особенности моего тела, организма, моих мышц. я нахожусь сегодня в такой ситуации, я подготовился, я знаю, что у меня скаутинг сделан так, я максимально делюсь, но я знаю, что я имею ответственность за конечный результат. И новые методики совершенствования не проблема. Нельзя перегружать мозг, но нужно четко знать, что мне нужно. Если кто-то вам будет говорить, как мы судим пик-н-роллы, пускай человек, который это говорит, объяснит, что такое пик-н-ролл, или пик-н-поп, или элькат, викат, или скин-пас, вот эти термины, люди наглотались американских слов, они могут этого расшифровать. Вот это важный подход в определении и в судействе. Новые лучшие методы необходимы для того, чтобы быть впереди. Тактическая подготовка. Вот один из ведущих наших методистов, Либамир Котлиба, который до сих пор работает с FIBA, он с 85-го года, очень много проводил, сейчас передал все это Карлу Гебранту. То есть знание правил, знать игру, знание комбинации и готовиться к игре, понимая систему нападения и систему защиты. Предвидеть лучше, чем реагировать. Нужно знать, что будет делать команда, чтобы грамотно реагировать. Чтение игры нужно не только тренерам, но и судям. Каждая игра уникальна, но в каждой игре присутствует. Игра 3 на 2, 2 в 1, 1 на 1. Очень важные виды взаимодействий и, соответственно, техники игры в защите и нападении. Игра разыгрывающих форвардов центровых. Если раньше говорили, игра в посте, все думали, что это игра, только постплеер, это центровой игрок. Нет, в посте могут играть люди, разыгрывающие. Я разыгрывающий, у меня 2 метра, а мой оппонент у него 1,60 метра. Я иду в трехсекундную зону, прошу, чтобы мне дали мяч, и я играю в позиции центрового, в трехсекундной зоне. Понимание развития игры позволяет быть в нужном месте, в нужное время для принятия правильного решения. Механика, мы будем всегда к ней касаться каждый раз в каждой лекции. Это очень важно. судья должен знать все о предстоящем матче. То есть, если я хочу быть судьей, я должен готовиться к индивидуально конкретной работе. И каждая игра, даже ЦСКА Химки сегодня, через неделю это будет другая игра. Это будет другая игра со своими особенностями. Информация о командах, тактика нападения и защиты, информация об игроках и тренерах. То есть, то, что мы говорили, скаутинг, индивидуальные характеристики. Про это Семен тоже говорил в предыдущем часе. Где взять такую информацию? Сегодня мы можем взять все через интернет, через телевидение, через общение, все игры транслируются. Мы также можем это взять с общением с коллегами. Психологическая подготовка. Для меня это вообще самый высший вид подготовки, потому, потому что, если я все знаю, но я с собой не могу справиться, как я могу показать лучший результат? Способы концентрации на протяжении всей игры. Какие есть виды подготовки? Как я себя готовлю к стрессовым ситуациям, конфликтным ситуациям? Как я могу выйти из ситуации концентрации управления интенсивности внимания? как я могу вот это нужно постоянно с собой проговаривать? И нужно просто понимать, кто вы сегодня к сегодняшней игре. Можете ли вы управлять игровым моментом? Можете ли вы в этой лиге? Или вы хотите быть судьей ФИБа, выходите на ФИБовскую игру и не понимаете, где у мяча ручка? Концентрация внимания на игре на протяжении всей игры. Поведение, реакция и тренеров в том числе, игроков и тренеров в том числе. Говорите на одном языке. Посмотрите, разные люди, разный менталитет. Мы берем Пацека, итальянский игрок, итальянец Ламоника на одном языке. Тут же есть Песич, который у нас сербско-хорватский язык, там он сам серб, да? Как с этими людьми разговаривать? Есть легионеры, как с ними разговаривать? Есть много индивидуальных особенностей, которым игрок, судья должен понимать. Он должен понимать и тренера, и президента, и игроков, что нужно игре. Командная подготовка. Очень важно. Посмотрите, люди должны готовиться. Старший судья, двое судей, комиссар, судей-секретарь это команда. Для улучшения судейской командной работы совместно предыгровая подготовка, общее понимание критериев, коммуникация за пределами площадки. То есть я могу, если у меня доверительное отношение, я могу делиться опытом. И если игра отсужена плохо, виноват старший арбитр, старший судья, который не наладил работу в команде. Комиссар очень важное лицо в командной работе. посмотрите, он всегда коммуникацирует любыми вещами. Кто-то говорит, я встал, значит, есть проблема из комиссара. Показал палец, все нормально. Руки лежат внизу, можно подойти, есть какие-то вопросы. Любая коммуникация с судьями и с комиссаром. Это член команды. Конечный результат зависит от каждого члена команды. Персональная ответственность. Ответственность каждого члена команды за конечный результат в игре. В одиночку выигрываются единичные матчи, но не чемпионаты. В судейской команде не должно быть звезд. Должен быть лидер, но не должно быть звезд. В финале любого чемпионата будьте членом команды, если вы хотите добиться успеха. И работайте в одной команде. Вместе. Вот мы история наша. Владимир Валентинович Соседов Володя Дадугин, Сергей Буланов, Наиль Саид Галиев. Чтобы подняться вверх, судье нужно. Мотивация, желание работать. Он должен быть уверенным в себе. Чувство интуиции. Он должен понимать, где у него может быть проблема. Полагайтесь на интуицию. Первое ваше решение обычно всегда бывает верно и по жизни в том числе. Делайте то, что нужно для игры. Учитесь на положительных моментах и ошибках на ваших личных и на командах. На положительных моментах и ошибках. Кто вспоминает системную ошибку и самоанализ, вы должны усилить значение ваших лучших сторон и анализировать ваши неточности и ошибки. Послеигровой анализ работает. Смотрите, Леонид Иючудин разбирает игру. Это десятилетней давности, когда еще в Калантаево проводили лагерь, разбирается игра. Посмотрите, тогда уже после игры анализ игры. Не бойтесь новых технологий. Сейчас есть интернет, сейчас есть айфоны. Используйте. Но когда нужно говорить, умейте говорить. благодаря этим устройствам можно быть лучше. Будьте смелыми. Принимайте это решение, даже когда это сделать непросто. И умейте смелость принять решение. Запоздалая реакция это лучше ошибки. Делайте решение. Даже ошибайтесь. В этом нет проблем. Проблема в том, что попытаться не сделать финальную ошибку. А по ходу игры принимайте, имейте чувство риска, свободу действия. всегда имейте смелость для принятия решений. Свобода риска. Если я подготовлен, если я в себе уверен, я выбрал эту профессию, я иду вперед. Высшая цель судейства – профессионализм. Это в моем понимании, судья должен быть профессионалом. идеальным близким к отличному в любом виде. Судейские решения будут приняты, даже если с ними не согласны, то есть если вы профессионал. Судейские решения будут приняты, даже если они могут быть ошибочными, если вы принимаете их уверенно. Судейские ошибки могут быть приняты, потому что игроки и тренер доверяют судям. Все делают ошибки. Попытаться их не сделать в конце игры, быть максимально сосредоточенным и попытаться избегать их по ходу игры – это наша главная задача. Но для этого мы должны быть мотивированы, то есть должно быть желание, глаза, огонь. Ну вот на этом мы подошли как раз нам 40 минут. Какие есть вопросы по презентации, коллеги?